Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра! Доброго времени суток всем, кто работает в интернете. С вами снова Валерий Иванов и сегодня я хочу рассказать об одном очень удобном приложении, которое сильно облегчило мне жизнь, работая в интернете. Я хочу рассказать коротко о бесплатной такой программульке, которая называется Яндекс Диск. Вы наверняка слышали уже о том, что предоставляют многие компании абсолютно бесплатно в пользовании 1, 2, 3, 5, 10 гигабайт бывает и Dropbox, и Draftspace, и Google Drive. Но я хочу рассказать именно о Яндекс Диске, поскольку он мне понравился больше всего. Я изучал все эти программы и мне больше всего понравился именно Яндекс Диск. Вот эта вот ссылочка реферальная моя, она будет лежать, скажу сразу, все абсолютно бесплатно, то есть никаких денег. Я ищу те приложения, которые облегчают работу в интернете и за которые не нужно платить ни копейки денег. Вот такая вот ссылочка будет находиться у меня прямо под видео. Кликайте под ней и вываливайтесь на страничку закачки. Закачивайте себе приложение Яндекс Диск, устанавливайте его на компьютер. Все это делается быстро, все разумеется на русском языке и у вас вот здесь в трее появляется вот такое маленькое приложение Яндекс Диск. Все. Что вы получаете? Ну, компания Яндекс пошла мне навстречу. Я не знаю, почему, по какому принципу они распределяли свободное пространство, но мне подарили, вот смотрите, 218 гигабайт у меня, я называю это мобильной флешкой. Вот мое место, все, 218 гигабайт. Теперь посмотрим, откуда у меня столько появилось. От команды Яндекса. 200 гигабайт я совершенно случайно обнаружил, в каком-то порядке они раздавали дисковое пространство и мне вот так вот повезло. Я не являюсь партнером Яндекса или агентом, я не получаю от них денег. Действительно, абсолютно бесплатно и я узнал об этом случайно. Когда зашел, я обнаружил, что у меня появилась мобильная флешка. Я скачал себе Яндекс браузер, получил за это 5 гигабайт дискового пространства. Приглашение от друзей. Сейчас я расскажу, как это работает. Тоже бесплатно все. 3 гигабайта мне дал Яндекс и 10 гигабайт за регистрацию самого Яндекс диска. То же самое получите вы и если вам повезет в каком-то случайном порядке, вы получите еще 200 гигабайт дискового пространства совершенно бесплатно. Вот пригласить друзей есть такая ссылочка. Вот смотрите, зеленая галочка это те, кто зарегистрировался, те, кто зарегистрировался и скачал приложение Яндекс диск и за каждого из них я получил 512 мегабайт свободного пространства. А вот с восклицательным знаком люди, которые зарегистрировались, но не установили приложение Яндекс диск, за них я пока еще не получил расширение своей мобильной флешки. Более того, это приложение стоит у меня еще и в телефоне, в моем смартфоне. И как только я что-то фотографирую, я настроил таким образом, что у меня автоматически все мои фотографии, фото и видео заливаются сюда, на Яндекс диск, на внешнем, в защищенном режиме. Никто не имеет к ним доступ. Разумеется, доступ только по логину и паролю. Все защищено и полная гарантия сохранности. Я могу с любого устройства, с любого компьютера, с любого смартфона под логином и паролем войти и посмотреть свои файлы, фото и видео. И даже если что-то у вас сломался жесткий диск на компьютере или потеряли телефон, у вас фотографии, документы, все что вы закачиваете сохранится здесь и никуда не пропадет. Итак, как это работает? Смотрите, у вас появляется на компьютере после установки, внешне выглядит как обыкновенный жесткий диск, как будто вы еще прикрутили еще один жесткий диск, только на 200 гигабайт, 218 у меня. Работайте с ним точно так же, как с обычным диском. Вы можете файлы переименовывать, перетаскивать, можете раздавать их кому-то. Как раздать файл, который у вас имеется на Яндекс диске? Это очень просто. Встали правой кнопкой, выбрали пункт, у вас появляется в контекстное меню дополнительная вкладочка Яндекс диск. Настроить общий доступ. Ну давайте, настроить общий доступ. Вы можете из тех людей, которые зарегистрировались с вами, настроить общий доступ и эта папка будет доступна конкретному человеку. Например, вот Анна, вот у меня здесь есть, да? Девушка регистрировалась. Смотрите, полный доступ или только просмотр. Если вы открываете полный доступ, то этот человек, кому открываете полный доступ, может заходить в эту, только в конкретную папочку, которая находится на вашем Яндекс диске и выкладывать туда файлы. И вы будете иметь доступ. Не важно, где человек находится, не важно, где находитесь вы, но вы работаете так, как будто у вас одна флешка на двоих, а вы можете находиться на расстоянии на разных континентах, а иметь общий доступ к одним документам, к одним файлам, если вы совместно работаете. Дальше, как передать ссылку? Да просто берете, на чем, например, правой кнопкой встали, Яндекс диск, скопировать публичную ссылку. Смотрите, проходит несколько секунд и у меня в буфере обмена, вот доступ к папке открыт. У меня в буфере появилась публичная ссылка, вот такая, в буфере обмена. Надо вам куда-то передать, то просто берете ее, копируете, даже не копируете, она уже скопирована. Выбираете вставить и вот у вас ссылочка есть. Нажали Enter, ссылочку отправили. Человек заходит, кликает просто по этой ссылке и попадает вот сюда. Видите, здесь у меня полный доступ, поскольку я являюсь владельцем и у меня открылись все мои папки. А человек, которому вы передаете ссылку, получит ссылочку именно на ту папку, которую вы ему передали. Вот и все. Если у вас, например, где-то имеются какие-то документы, вам нужно передать, опять же вставите правой кнопкой. Обратите внимание, что вот это у меня просто внешний жесткий диск, не Яндекс диск и на нем мне документы с него нужно передать. Встал правой кнопкой, скопировать публичную ссылку. Нажал, проходит буквально несколько секунд и формируется публичная ссылочка. Все, доступ к папке открыт уже. Эта папка у меня находится на Яндекс диске. Я точно также ее передаю и любой человек может взять и либо скачать эту папочку потом, папку или файл, либо перекинуть себе. Причем, если у него открыт Яндекс диск, процесс перемещения происходит вообще мгновенно. Показываю. Вот мне человек прислал ссылку на видеоматериал, который мне нужно было обработать. Я кликаю по ней и у меня появляется такое меню. Вот видеофайл, который мне прислали. Я могу либо скачать его, либо эту ссылочку передать еще кому-то, либо сохранить на Яндекс диск. Причем, если я сохраняю у себя на Яндекс диске, то это происходит все мгновенно. С Яндекс диска того человека, который мне передал ссылку на мой Яндекс диск, все, она уже сохранена. И я имею теперь этот файл на своем Яндекс диске и имею свою собственную ссылочку, которую я могу давать людям. Прошло меньше секунды, буквально за доли секунды файл становится моей собственностью и доступен мне для абсолютно любой работы. Но и это еще не все. Смотрите, чем мы пользуемся в интернете? Огромное, много-много раз в день приходится передавать скриншоты экранов. Как это делать? Те, кто пользуется кнопкой print screen и скидывает фотографии, я уже просто их не принимаю скрины, потому что этот скрин нужно будет сначала загрузить, потом найти его в папке. Это если сейчас тут и найдешь. А если прошло несколько дней, то где он у тебя, в какой папке болтается, непонятно совершенно. Здесь все реализовано, но я считаю гениально просто. Нажимая кнопку print screen точно так же, как вы работаете, вы копируете всю область экрана. И у вас, вот я нажал print screen, смотрите, что произошло. Вот у вас такой print screen, то есть ваш экран. Дальше вы можете помечать все это стрелочками, можете писать тексты, какие хотите, все, что вам нужно. Пожалуйста, выбирайте размер, цвет текста, размер текста. Дальше можете рисовать фигуры, прямоугольники, если вам нужно что-то выделить. Можете выбирать толщину прямоугольника, можете выбирать цвет, вот посмотрите. Дальше маркеры в произвольном порядке можете писать или рисовать что-нибудь любым цветом, так как вам это нужно. Все, что вы хотите делать, пожалуйста, цветовыделители. Ну дальше, если какая-то информация нужно скрыть, вы берете просто размываете ее, что-то вы не хотите показывать. Обрезать фотографию, да. Дальше у вас появляется либо поделиться, либо сохранить. Если сохранить, вы сохраняете файл в формате jpeg, причем он сохраняется у вас в какой-то конкретной папке на яндекс диске, которая называется скриншоты. Папка формируется автоматически, так и называют скриншоты и все ваши файлы будут храниться там. Вам не нужно бегать и искать, где у вас этот файл сохранил. И срок хранения у этих файлов бесконечен, в отличие от того, что если вы пользуетесь какими-то другими приложениями, то там вы знаете, да, если это приложение бесплатно, то 30 дней всего. После чего все ваши ссылки на скриншоты, они удаляются. Здесь этого не происходит. Он хранится у вас до тех пор, пока вы сами не удалите. Если вы не хотите сохранять файл, а вам нужно передать ссылку, нажимаете поделиться и у вас за пару секунд формируется ссылка публичная и вы эту ссылочку передаете партнеру. И партнер с ней начинает, пожалуйста, вот ссылка скопирована и можно передавать в скайпе или Ваське кому-либо. Человек получает, кликает и видит ваш скрин экрана. Если вам нужна какую-то конкретную область, а не весь экран сделать скрин конкретной области, то просто вставите правой кнопкой, вот здесь в трее у вас будет болтаться Яндекс диск приложение. Нажимаете правой кнопкой и выбираете скриншоты, сделать скриншот области, либо комбинация горячих клавиш Ctrl Shift 1 и можете делать скриншот абсолютно любой области, например вот этой. И вот он у вас, пожалуйста, получается. И здесь вы можете выредактировать как захотите, теми и самыми же средствами, что я уже показывал. Потом дальше поделиться и передали туда, куда это надо вам, тем партнерам, кому вы хотите передать. Вот и все. Смотрите, как просто. Вы получаете мобильную флешку, объемом, если вам повезет от команды Яндекс получить две сотни гигабайт, я считаю, что это просто выше крыши. Если вы регистрируетесь по моей ссылочке, то благодаря вашей регистрации я получаю 512 мегабайт пространства бесплатно, а вы получаете от команды Яндекс целый гигабайт пространства бесплатно. У вас появляется точно такая же ссылка, вы можете дать ее друзьям и тем самым расширить свое место на мобильной флешке и научить ваших партнеров, как можно просто и удобно работать в интернете, используя современные инструменты, которые для нас созданы и даны нам в пользование совершенно бесплатно. Я очень надеюсь, что помог вам сегодня и открыл что-то новое и облегчил вашу работу в интернете. С вами был Валерий Иванов. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вопросы прямо под видео. Всего вам хорошего и обильных денежных потоков. Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.